Продолжение следует... Я прошу Тебя, благослови. Благослови каждого, кто находится здесь, чтобы сегодня для них прозвучало Слово от Тебя. Благослови каждого, кто будет здесь участвовать пением, стихотворением, чтобы и на них была Твоя благодать, чтобы и через них, через их уста, через их служение прославилось Твое Святое Имя нашего Бога, Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, в начале нашей служения вспомним 17 номер «Люблю Спаситель в книге дивной». Люблю Спаситель в книге дивной, «Люблю Спаситель в книге дивной» «Люблю Спаситель в книге дивной» Люблю Твою Спаситель в книге дивной «Люблю Спаситель в книге дивной» «Люблю Спаситель в книге дивной «Люблю Спаситель в книге дивной» «Люблю Спаситель в книге дивной «Люблю Спаситель в книге дивной» «Люблю Спаситель в книге дивной «Люблю Спаситель в книге дивной» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Боже, Вашего спасенья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Или лучше книга Псалтирь. Молодец, правильно. Но только увереннее надо. Я понял, что читаете Слово Господне. Девочки, а для вас вопрос. А какая самая длинная глава в этой книге Псалмов? Ну-ка, давайте, поднимайте руки. Псалом 118. Молодцы, молодцы. Хорошо, у нас есть интересующиеся, есть знатоки и есть, будем говорить, будущие преподаватели воскресной школы. Радостно отметить это. Итак, дорогие друзья, мое желание прочитать из этой книги, книга Псалмов, самая длинная глава, 118 Псалом и стих 18. Легко запомнить будет. Я думаю, что братья-операторы нам этот Псалом откроют на наши экраны. Итак, там очень коротко написано. Это не самый длинный стих Библии, но в самой длинной книге Библии и в самой длинной главе из этой книги. Итак, 118.18 читаем такие слова. Открой, очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Ну, читая этот Псалом, когда я готовился к проповеди, мне бросилось в глаза то, что почти в каждом стихе, а их 176, там упоминается слово Господне. И оно под разными словами, разными названиями. Я выбрал для себя семь. Первое. Ну, слово Господне это как основное, да, как фундамент. Второе. Это как суд или суды. Третье. Это как устав или уставы, повеление, откровение, заповедь и закон. Значит, все эти слова употребляются также во множественном числе, кроме слова основного. Слово Господне. Слово Господне мы любим. Знаете, из воскресной школы, когда я был вот таким маленьким, как вы, девочки, или мальчики, вернее, как вы. Значит, я запомнил Псалом 118, 105. Хочется его вместе вот так вот открыть и посмотреть, что там написано. Дети, слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Это из моей памяти. Но прочитанный нами стих говорит нам о том, открой очи твои и увижу чудеса закона твоего. Вы знаете, совсем недавно мы на братском общении немножко рассуждали об уставе нашей церкви. Я думаю, что многие уже в семьях имеют вот такую книжечку. Это очень важный документ, который объясняет вот наши направления, наши основания, как мы, насколько твердо стоим мы на основании слова Господнего. А вот словарь дает объяснение слова устав, как это свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо определенной сфере отношений или какого-либо государственного органа, организации, предприятия, учреждения и так далее. В частности, устав церкви. Вы знаете, устав русской православной церкви, которая была у нас доминирующей в нашем государстве, из которого мы сюда приехали, был принят на Архиерейском соборе совсем недавно, в 2000 году. А устав нашей церкви, думаю, что будет принят в этом году. И вот эти уставы, постановления, законы, они нас к чему-то обязывают или дают какие-то особенные права, привилегии, преимущества. Преимущества. Ну, кому что больше подходит. Наверное, кто больше ищет привилегии и преимуществ, тот непременно там найдет для себя, что я могу быть вот таким и таким и прочее, прочее, прочее. А другой, может быть, найдет, а я должен и то, и то, и другое, и третье, и четвертое. Ну, что мы будем выбирать, дорогие друзья? Так вот, 118-й Псалом нам раскрывает глубину и широту закона Господнего, его уставов, его правил, его повелений, его откровений, его применения в нашей жизни. Давайте мы еще раз прочитаем эти слова. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Дорогие братья и сестры, мы, верующие, которые уже не один год ходим в собрание, иногда, может быть, мы устаем от того, что призывают, вот, будем читать Библию, будем молиться, будем ходить в собрание, и, может быть, кто-то скажет, да, опять 25, будут то же самое говорить там. Дорогие друзья, я хочу вам прочитать последний стих из этой главы. Он говорит так, «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Это говорит автор этого Псалма. Он много исследовал, много написал, многое имел, и, тем не менее, он счел нужным написать вот этот стих. Хочу, дорогие друзья, для всех, кто устал, может быть, от призывов или наклонений, или побуждений, хочу обратить ваше внимание на этот стих. Если Давид говорит такие слова, что «я заблудился», то тем более мы, люди простые, смертные, мы имеем возможность заблуждаться. Вот поэтому мы и пришли сюда, чтобы вновь и вновь направить наши духовные очи на то основание веры, на котором мы строим наши убеждения. Слово Господне для нас светильник, ноге нашей, свет нашей стезе, и оно направляет нас в Церковь Божию, оно нас направляет на 118-й Псалом, оно нас направляет именно на стих 18-й, который говорит нам «открой очи мои». Дорогие друзья, я хочу сегодня, чтобы мы в молитве нашей обратились к нашему Господу, который может открыть очи каждого из нас. Мы нуждаемся в том, чтобы видеть правильно Слово, чтобы не скатиться к такому состоянию, сказать, что вот опять, 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 вот то, 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 то. Или наоборот, чтобы уподобиться тем, которые говорят «Господи, вот этого еще не видел, вот этой красоты мне еще не хватает, и вот этой глубины я еще не познал». Вот так прекрасен наш Господь, который оставил 176 стихов в одном огромном Псалме, в котором почти все говорят нам о красоте, глубине и широте Слова Его. В одном из стихов Он говорит «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Хочется, чтобы кто-то из нас ушел отсюда окрыленным и радующимся, наполнивший карманы своего духовного состояния Словом Господним. И хочется, чтобы мы ушли, освященные тем светильником, который просвещает тьму мою, который проникает до разделения души и духа составов и мозгов, и знает все, чем наполнены наши мысли. Дорогие друзья, сегодня мы будем молиться нашему Господу, призывать Его благословение на то Слово, которое для нас сегодня приготовлено. После меня будут еще два проповедника, которые будут рассказывать о красоте того, что Господь приготовил для нас. Дорогие друзья, давайте мы сегодня обратимся к нашему Господу вместе с Давидом и скажем Ему «Господи, открой очи мои». Я один из тех нуждающихся, который хотел бы, чтобы Господь мне по-особому открыл какую-то истину, которую я уже слышал, может быть, на утреннем собрании. Может быть, Господь хочет подчеркнуть что-то особенное, что касается лично меня или моей семьи, или моих близких, или, может быть, мы все уподобимся тому, который говорит «Увижу чудеса закона Твоего». Итак, дорогие друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли увидеть законы, заповеди, откровения, повеления, уставы, суды, которые открываются нам в Слове Господнем. Благодарность нашему Господу, что наша церковь бодрствующая, которая составляет правильные уставы, которые основаны на Слове Его, Слово Его, которое просвещает тьму мою. Пусть Господь благословит нас в наших молитвах, в наших мыслях, в нашем присутствии, на этом собрании. Аминь. Помолимся. Господь, нас проносим сердечную благодарность Тебе за то, что Ты есть Тот, Который оставил нам Слово Твое, Которому мы можем обращаться во всякое время, особенно в Доме Твоем. Ты возвысил его превыше всего, Господи, и бодрствуешь над Словом Своим. И сегодня Ты обращаешься ко мне и к каждому из нас, и хочешь открыть глаза наши для того, чтобы увидеть чудеса Закона Твоего. Благослови нас, Господи, в Твоем святом присутствии, быть внимательными к тому, что будет к нам сказано, чтобы оно принесло обильный плод для славы Твоей. Аминь. Продолжение нашей служения. Споем 194 номер. Будем радоваться, братья. 194. Будем петь с нами. Будем радоваться, братья, В рощу ныне искра. Принял нас Христос в объятья и хранить своих уграм. Братья, радуйтесь о Боге Моих вас святых делах. И со стопом без невоги После бандилых сердцах. Прежде ими нам сейчас, нам здесь возило на пути. Бог Христос с любовью нас, нам призвал за Ним идти. Перед ром ищем временем Ныне мы богаты в Немь. Братья, радуйтесь о Боге Он нам даст краю Своем. Братья, радуйтесь о Боге Мы нуждали без путей Свет небесный, свет угодный На лути не мячьи Свет небесный, свет угодный Немь. Братья, радуйтесь о Боге Пусть свет битвы и испытания Дарь и Бог спасет нить Кто-то будет уководен С нами Бог благой отец Сейчас время для участия Стихотворение «Ожидание» Затем пение квартета «Служение любящего» Ожидание от огоньков по сторонам Лучистые струи Проверять к ночи Надо нам, светильники свои О вы, чьей веры меркнет свет Внимлитесь им словам И если масла в лампах нет Спешите к продавцам Один у жениха завет Чтоб были светом мы А если наш не льется свет То кто же, чадо тьмы Он свет от света Мы лучи Ведь это ясно так Зажжем, зажжем огни свои ночи И озарим весь мрак Мы город Наверху горы Скроется ли он Не призовет ли к жениху Других со всех сторон Итак Проверим фитили И масло Все ли там А если Не приобрели Спешите к продавцам Аминь Хоть темрява скрізь Я иду за Христом Навколо страшно Иду за Иисусом Святильник Він мій Він моя надія Мое все життя Хоть темрява скрізь Я иду за Христом Мене Він веде Хоть темрява скрізь Я иду за Христом Мене Він веде Иисус сам сказав Я світло для світу Хто за мною йде Життя Він знайде За ним иду я В небесну вітчизну Хоть темрява скрізь Я иду за Христом Мене Він веде Хоть темрява скрізь Я иду за Христом Мене Він веде Коли я вийду В обіцяну землю То сльози обітре Спаситель мені Тоді я побачу В лице Ісуса Скинчиться мій шлях Тут на цій землі О слава йому Скинчиться мій шлях Тут на цій землі О слава йому На юге ласковом На хмуром севере Везде, где межу церкви пролегли Служите Господу Со всему сердием И скорби радость Братства раздели Служенье любящий Служенье искренне Проявиться не только на словах Кто Иисусу служит Тод поистине Для ближнего Ивангельских слугам Отрадно для души Христа ученье Но поощренья в нем Для плоти нет Служите Господу Без развлечения Забавы Это признак Детских лет Служенье любящим Служенье искренне Проявиться не только на словах Кто Иисусу служит Тод поистине Для ближнего Ивангельских слугам Служите Господу В святом собрании Где льются звуки Песен и молитв Служите и под свист Ветров изгнаний Когда душа тоскует И болит Служенье любящий Служенье искренне Проявиться не только на словах Кто Иисусу служит Кто Иисусу служит Тод поистине Для ближнего Ивангельских слугам И если не друг вас Привел смущение И если друг поднял На вас пяту При ободрении При поношении ИAnd machines Служите Ангельский слуга. Вся наша жизнь сплошная суета. Куда спешим, порой не понимаем. Торопимся, работа, дом, дела. И часто так о главном забываем. Спешив, проснувшись, завтрак на ходу. И мы уже в дороге на работу. И здесь торопимся, у нас все на лету. Дела сплошные, хлопоты, заботы. И целый день стараемся успеть. И планы строим дальше, все и больше. Нет времени, чтобы просто посидеть, задуматься, услышать свою душу. Мы на земное тратим свое время, а Богу утеряем пять минут. И так живем, а это ведь проблема. Прошедших дней не сможем мы вернуть. Чтоб временем ценить, склоняясь на колени. В молитве к Богу отборщаюсь в тишине. О мой Господь, услышь мое моление. Не дай забыть тебя мне в суете. Цени минуты, дорожи часами. И время трать на вечные дела. Пусть эта мысль дивизом твоим станет. Держь Бог и счастье, остальное – суета. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я буду читать притчу Которую сказал Иисус Христос Которая записана в Евангелии от Матфея В 13 главе Это притча о сеятеле, о семени Но я буду читать не саму притчу А объяснение Потому что притчу, наверное, многие из вас и так хорошо знают И когда мы прочитаем объяснение Мы ее вспомним, даже если не знаем Но небольшое такое еще вступление Вы знаете, я не так давно В прошлую неделю я был На празднике Жатве в церкви Соплейк С детьми И через пару дней После этого праздника Мы как-то с детьми вечером сидим Читаем Библию Я читаю один стих И там такие слова в книге притч написано Что это про жатву И там написано так Собирающий во время лета Сын разумный Спящий же во время жатвы Сын беспутный Ну я как бы детям объясняю Дети говорят Как вы понимаете, что здесь имеется в виду Они говорят Ну вот кто на собрании спит, когда жатва Вот нехороший Я говорю, ну вы знаете, что такое жатва Ну вот мы же были на жатве Жатва это праздник, собрание Я говорю, ну конечно правильно Действительно жатва это праздник И его надо отмечать И мы отмечаем Но в общем-то вот здесь не говорится О празднике жатве И я им объяснил Что жатва это не только праздник Жатва это период Небольшой период в течение всего года Когда надо очень сильно и много работать И мы уже от этого отвыкли Потому что нам не надо работать на жатву Можество из вас работы не меняется что в январе, феврале, октябре в любом месяце она более-менее равномерна. У кого-то менее, ей более сезонно все выражено. Но раньше, когда многие люди работали на поле, то если ты спишь во время жатвы, ты очень бедный, голодный будешь оставшуюся часть года. Потому что вот хлеб, когда вырос, например, там есть всего лишь несколько дней, может быть, пару недель, я не сильный специалист, но когда его нужно успеть собрать, не успел собрать, пошли дожди, он намок, уже не соберешь. И когда идет период жатвы, люди работают с утра и до позднего вечера. Нужно выкладываться по максимуму, и поэтому в это время нельзя спать. То есть, конечно, приходят, мы не можем не спать, но как можно меньше нужно спать, больше работать. Так было. И люди, время жатвы, если они не работали, то действительно это потом могли остаться голодными. А если еще и жатвы Бог не дал, то есть были же времена неурожая или еще как-то, то было и такое, мы знаем, не один раз, когда был голод, и люди умирали от того, что не было кушать, погибали, или очень тяжело им было жить. И вот то, что я сейчас буду читать, это тоже связано с жатвой. Христос говорит о сеянии, сеется семя и потом разные виды почв. И одна из мыслей, на которые я буду обращать внимание, это то, что, друзья, это очень важно, потому что если Слово Божие не приносит сжатвы в моей жизни, это вопрос смерти и жизни. То есть, у кого-то будет жизнь, у кого-то нет, и нам нужно на это обратить внимание. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава, с 18 стиха и ниже. Слова Иисуса Христа. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему Слово о царстве и неразумеющему приходит Лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века этого и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слова и разумеющего, который бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Вот такая вот притча, друзья, слова Иисуса Христа. Скажите, вот люди, о которых здесь говорится, о них можно разделить, что какие-то люди были верующие, неверующие, люди какие-то вот виды, которые ходили в церковь, другие не ходили или еще как-то. Я думаю, что если вы чуть-чуть обратите внимание, посмотрите, все эти люди, о которых здесь идет речь, они все слушали Слово Божие или даже принимали, там всем им было посеяно Слово Божие. И не у всех из этих людей был плод потом. То есть некоторые люди, в жизни некоторых людей, здесь описанных, у которых там плод, который вырос, завял или был задушен сорняками, Слово Божие не принесло плода. Вообще это мысль достаточно категоричная, потому что мы говорим, ну Слово Божие, это сила, оно острее меча, бою до острова. А вот в этой притче, как бы Иисус Христос говорит, что бывают такие ситуации, когда Слово Божие, Слово Живого Бога, Который Он нам оставил, не приносит плода в жизни того или иного человека. Как же это так? И на что я сейчас обращу внимание, это как же практически, может быть, поразмышлять над этими словами Иисуса Христа, чтобы в жизни моей и моей семьи Слово Божие принесло плод. И что же может быть такого, какие причины могут быть такие, что оно не принесет плод, чтобы этого не случилось в жизни семьи и потом в жизни церкви. И мы порассуждаем над этим. И вот первое, на что я обращу внимание, это здесь, о чем Христос говорил, когда Он говорил о семени, которая была посеяна при дороге. Это 19 стих. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Так вот, друзья, символ здесь такой, что при дороге это лукавый похищает. Как это практически бывает в жизни? Вы видели когда-нибудь людей, у которых происходит процесс, который здесь описан в этом стихе? Я сразу скажу, что я видел, друзья, и это часто заметно. То есть это работа лукавого, когда он имеет дело с теми людьми, это, наверное, дети в нашей церкви, которым семя сеется. Вот мы сегодня слышали, и воскресные школы есть в церкви, занятия, проповедь, сеется семя. Но работа, которая совершается в церкви, в семье, есть работа противоположной стороны, когда лукавый пытается похитить. Каким образом сегодня он похищает Слово? Я, друзья, вижу это так. Например, сегодня Слово Божие похищается тогда, когда наши дети идут в школу, и их там учат, что вот не так, неправильно вам объяснили в церкви, что Бог сотворил небо и землю. И это на самом деле эволюция. Я ее объясняю красиво, с картинками, как эволюция, как она развивается. Вот так вот люди произошли. И таким образом получается то, что было посеяно, как бы выдергивается, убирается, может быть, похищается, и что-то другое сеется. И это работа лукавого. Но это не только это. Есть сегодня, к сожалению, и в Калифорнии, и во многих других штатах, когда уже вводят какие-то другие программы, там, то ли будет gender identity, или social issues, когда и другие моменты начинают объяснять, что и это не так вам объяснили родители. Бывают два мамы, или два папы, или что-то еще. И это, друзья, тоже работа лукавого. И это причина для переживания. Почему? Потому что это, если это будет работать, а тот, кто лукавый, когда он действует, он старается, чтобы у него получилось, приведет к тому, что Слово Божие не принесет плода. Поэтому ответственность родителей, ответственность меня как родителей, каждого из нас, у кого есть дети, или кто имеет с этим дело, друзья, сделать все, что возможно с нашей стороны, чтобы оградить наших детей от работы лукавого и не позволить ему украсть Слово Божие, которое сеется в семье и в церкви. Ну, а еще, конечно, первое, что мы даже перед этим, надо сказать, что нам нужно сеять. И плохо, когда Слово Божие не сеется. Ну, например, когда в семье по вечерам мы читаем Слово Божие, объясняем детям, проводим с ним время, приходим в церковь. То есть, конечно, в первую очередь его нужно сеять. Один проповедник к нам приезжал, когда мы жили в Вашингтоне, Пол Уошер, и там была конференция хомскулеров, и он говорит, представляете, вот как если сравнить влияние, вот когда, скажем, в школе, ну, сколько времени дети проводят в церкви, в воскресной школе? Ну, может быть, час-два это происходит. И потом они идут, бывает, 30 часов, там сколько учебный процесс, в течение недели длится, когда эти учителя, которые зачастую неверующие, атеисты или еще какие бы ни были, что-то другое тогда пытаются этого забрать, а другое посеять. Будьте на страже, друзья. Христос нам это сказал, для того, чтобы мы знали работу лукавой, и чтобы мы были приготовлены и со своей стороны предпринимали необходимые действия и меры. То есть это о том сравнении того, что такое семя, посеянное при дороге. Дальше Иисус Христос приводит аналогию, аллегорию семени, которая посеяна в тернии. И тернии здесь сравниваются с заботой и обольщением. Наверное, это как раз про Америку. Здесь самая озабоченная сторона, здесь продуктивность труда самая высокая, но вот, наверное, это как раз связано тоже с этим, что очень люди продуктивно работают, они озабочены этим, это ставится прям какой-то пример, что это хорошо, и люди большие достижения, много денег зарабатывают. Но я сейчас не хочу сказать, что не нужно работать. Нужно сидеть дома, читать Библию, не ходить на работу. Конечно, нужно ходить на работу, друзья. Здесь вопрос в том, что нужно следить за тем, чтобы в нашей жизни работа, учеба, что-то другое, ничего из этого не стало бы тернием, который бы задушили Слово Божие и не дали бы ему вырасти в нашей жизни. Во времена Советского Союза было много желающих тоже задушить действия Слова Божия в жизни молодых людей. Вы знаете, там было написано во времена Советского Союза за такой гимн, в котором есть слова «Молодые мы в золотые дни лишь для кого живем? Лишь для Господа живем». А я подумал, что если бы этот автор приехал в Америку и посмотрел на жизнь молодых людей в церквях, может быть, он бы написал, что «Молодые мы в золотые дни лишь для колледжа живем». И если некоторых посмотреть, похоже где-то вот так, потому что я помню, когда я в молодежи трудился, и бывает там организовываешь мероприятия, поездки, я говорю, не могу, у меня домашние задания, не могу, у меня там тесты, у меня еще что-то. И вот у них вся жизнь это вот только связано с… Опять же, я это не к тому, друзья, что не нужно учиться. Нужно учиться и в колледжах, в университетах, кому-то, да, кому-то, может, и не нужно. Кто-то идет работать, и у него опять же вся жизнь столько работал, он ничего кроме этого не знает. И вот смотришь, у этого человека колледж душит человека, не физически, конечно, да, он душит всякое действие духовное, Слово Божие. Человеку уже нет дела до жизни в церкви, в жизни молодежи, и это опасно, друзья. То есть это действительно не дает расти Слово Божие. Обратите на это внимание. И какие еще бывают моменты, которые душат действие Слова Божие, духовное действие в жизни людей. Ну, сегодня очень ярко это проявляется, друзья, когда такие институты мира, как социальные сети, Инстаграмы, Фейсбук и прочее. Вы знаете, такую интересную аналогию, я услышал, мне очень понравилось, что, вот смотрите, такие, например, веб-сайты, там, как социальные сети, там, или YouTube, то они бесплатные, да, то есть чтобы им пользоваться, ничего платить не надо. Но в чем, ну, как бы вот, казалось бы, а почему они для нас так бесплатно стараются или трудятся? Так вот ответ на этот вопрос, что они на самом деле работают не бесплатно, они зарабатывают очень много денег, только они заработают их не мы им платим, а им платят рекламодателей, которые показывают там рекламу. Соответственно, в чем интерес таких сайтов, как Фейсбук, Гугл, там, и другие? Их интерес в том, чтобы как можно больше вашего времени вы провели на этом сайте. Чем больше времени вы там проведете, тем больше денег они заработают на вас. Но деньги заплатят другие люди. Это их интерес. А в чем наш интерес? Для нас представляет, как бы вот, сегодня есть такой термин, consumers, да, то есть потребители. И вот есть digital goods, которые там потребляются людьми. И вот этот процесс, это они сегодня там, уже это, сегодня много семинаров про это проводят, про это говорят, что целая команда работают, и думают, как же сделать так, какие recommendations, engines поставить, чтобы Google, когда YouTube показывает, он показал, какие видео вам следующие будут интересны смотреть, или что еще, да, то есть, чтобы вот завлечь человека. И это, друзья, все с одной стороны, как бы и коммерческий интерес, они деньги зарабатывают. С другой стороны, это, я думаю, успешный инструмент у врага душ человеческих, как сделать так, чтобы вы там просидели до часу ночи, до двух, и чтобы мне было времени читать Библию, или что-то еще делать. Это все задушить, задушить действие Слова Божия. Поэтому, друзья, нам нужно стоять на страже, бодрствовать, и не позволять действовать лукаву. Потому что вот эта притча написана, друзья, когда Христос саму притчу сказал, последний стих самой притчи, это Яна Матфея 13.9, он такой призыв сделал, немножко необычный. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что, друзья, эта фраза означает? Я ее понимаю так. Ну, кто имеет уши, это, понятно, все люди. Редко люди не имеют уши. Может быть, какая-то инвалидность, может быть, что-то бывает. Но для того, чтобы иметь уши, делать ничего не надо. Обычно люди рождаются с ушами. А вот вторая часть этого стиха, кто имеет уши слышать, да слышит. Повеление. Это нужно делать. Ну, и мы обычно, когда слышать, мы не понимаем, что это какой-то активный процесс. А здесь это именно активный процесс. Кто имеет уши слышать, да слышит. Примените к этому старания, усилия, сделайте что-то, да услышит. И вот как раз про это и притча. Слово Божие сеется всем людям. Ну, от некоторых посеялось, и заглохло, задушилось, ничего не прошло. Христос говорит, да услышит, предприняйте усилия, сделайте что-то, чтобы вы услышали Слово Божие, чтобы Слово Божие взошло и дало плод в вашей жизни. Поэтому вот несколько советов, которые я сказал в семье, о том, что мы можем делать, на что обратить внимание, чтобы Слово Божие, действие Слово Божие не было подавлено, заглушено, чтобы Слово Божие дало плод. Несколько слов еще о действии Слово Божие в церкви. Ну, опять же, если сравнить аллегорию, где говорится о семени, посеянном при дороге. Это разумение, да? Нужно разумевать Слово Божие, призыв делается. Каким образом Слово Божие вообще сеется в церкви? Ну, самое очевидное, друзья, выходят проповедники, на кафедру читают Слово Божие, это сеяние Слово Божие, когда Слово Божие читается в церкви. Каким образом оно может быть украдено? Как вот мы говорим, Лукаева, он старается украсть. Один пример я такой слышал. Доктор Добсон, мы его книгу разбирали, когда работали над воскресной школой. И там есть закон учителя, и я не буду рассказывать, но суть такая, что который учитель в воскресной школе или проповедник в церкви, он ответственный за то, чтобы Слово Божие проповедовать так, чтобы оно было интересно. Интересно детям или интересно в церкви слушать. То есть понятно, интересно, ясно. И вот там много принципов, как это делать. и когда доктор Добсон объяснил людям, то там был его сын, доктор Добсон говорит, знаешь, папа, потом дома ему рассказывает, ты так хорошо, говорит, рассказал закон учителя, но у нас учитель, он, наверное, не знает этого закона, и он чуть скучно рассказывает. Ну, поэтому, вот видишь, поэтому я и не знаю Слово Божие, потому что наш учитель, он не знает закон учителя, плохой учитель, поэтому вот у меня такое оправдание, я и не знаю Слово Божие. Он говорит, о, ну ты же не учитель, это был закон для учителя, у меня, говорит, еще есть закон для ученика, А ответственность ученика, или как бы суть закона ученика в том, что ученик, он ответственный за то, чтобы всегда, когда проповедуется Слово Божие, услышать то, что тебе говорит через это Слово Божие. Даже если оно не самым лучшим образом было проповедано, но проповедано было Слово Божие. И поэтому, говорит, ты не выполнил закон ученика. Поэтому, друзья, в церкви есть и закон учителя, и закон ученика. И вот сегодня, если мы не проповедуем, то это наша ответственность – услышать Слово Божие и сделать все, что можно с своей стороны, чтобы оно не было похищено, чтобы мы его поняли, положили в сердце, сохранили, чтобы оно принесло плод. И поэтому, когда мы приходим в церковь, друзья, следите, чтобы Лукавый не украл Слово Божие, чтобы нас никто не отвлек, и чтобы это Слово Божие сохранилось в нашей церкви. Вот если опять же говорить о том, как в церкви происходит, друзья, посеянное в тернии, которое означает, что заботы, век и обольщения. Как-то уже, наверное, лет 10 прошло, когда в Сакраменто приезжал такой проповедник Кен Ховенд. Тогда он достаточно популярный, известный был, может быть, даже больше, еще до того, как он в тюрьму попал. Сейчас, я не знаю, у меня, похоже, жизнь не очень складывается. Но тогда несколько тысяч человек собралось, и вот он семинары свои что-то рассказывал. И потом он такой интересный пример рассказал по нашей теме. Он говорит, знаете, я когда приехал с Сакраменто, он очень много здесь с русскими, в русских церквях был, то меня, говорит, привезли, поселили в очень красивом доме. Какая-то семья его приняла, говорит, у них хороший дом, они сами как-то там приняли участие, то ли построили, то ли ремоделинг, машина, ну, говорит, по высшему разряду приняли. И я, говорит, как-то вот сижу, говорит, вчера с ними, он рассказывает ужинаю, и я спрашиваю, ну, вот, а как ваша семья, где ваши дети? И вот, говорит, один сын у нас в тюрьме, а второй, говорит, мы не знаем, где наш сын. И, ну, они печалятся по этому поводу. А он говорит, слушайте, как же так? Вот вы приехали с России, с Советского Союза, да, у вас там дом хороший, там машина, все это, но потеряли ваших детей. Неужели оно того стоит? И, ну, подразумевалось то, что он, как бы, имел в виду, что еще-то вот он замечает, что слишком много русских людей, которые приехали в Америку, вкладывают свои старания и усилия для того, чтобы устроиться здесь. Порой, зачастую, за счет того, даже чтобы уделить время воспитанию, работу в семьях, как-то стараться достигать своих детей, проводить с ними время и так далее. И он, ну, как бы, немножко такое обличение, может быть, даже от него было. Мне кажется, справедливое. И это, друзья, есть такое, да, что у нас есть возможность в этой стране богато жить, обеспечено, но, друзья, это может стать заботой. Опять же, я это сейчас хочу еще раз повторять. Я это не говорю к тому, что не нужно работать, что не нужно нам покупать дома. Нужно, да, нам и дома нужны, и работы, и машины, и все остальное. Но вот порой эта граница переходит, когда работа становится этими тернями, которая заглушает, и не остается времени на какие-то духовные, на время духовного общения, духовной работы, чтения Слова Божия, или личного, или в семье, или в церкви каких-то служений. И где эта граница, друзья? В каком случае, вот та же самая работа, там, учеба или что-то еще, это необходимость насущная, а в каком случае это уже становится тернями или заботой? Я бы хотел такой совет дать, это слова Иисуса Христа, где, мне кажется, он достаточно ясно проводит эту границу или показывает, как правильно выстроить приоритеты. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 и 34 стихи. Помните, там написано, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Это все имеется в виду, это что есть, что пить, во что одеться. То есть оно должно идти на втором месте. А вначале, на первом месте, искать прежде Царствие Божие и правды Его. И следующий стих дальше развивает эту мысль и поясняет. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. То есть они говорят, вообще не заботитесь. В каждом дне у нас и так достаточно заботы, чтобы думать наперед, где следующий миллион заработаю, где я там какой-то еще проект сделаю и так далее, друзья. Вот в первую очередь подумайте, как достичь своих детей, как в церкви совершать служение, вне церкви достигнуть людей, искать Царствие Божие. Но уже сколько останется времени, то уже как-то поработать для семьи, насущный хлеб, чтобы все это нужно. Тем более в такой стране, как Америка. Уж здесь-то без хлеба мы не останемся. И последний мысль, друзья, который я призыв хочу к нам сделать. Это мне очень нравится иллюстрация. Опять же, она связана с жатвой, с земледелием. Это стих, который записан в послании у Якова. И в послании Якова, в пятой главе, в последней, он такую аллегорию тоже проводит. Как правильно нам жить, чтобы в нашей жизни Слово Божие приносило плод. Послание Якова, пятая глава, седьмой и восьмой стихи. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него терпи долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается. То есть мысль, которую здесь апостол Яков урожает, это то, что для того, чтобы драгоценный плод получить, нужно терпеть. И раньше это людям намного, наверное, понятнее было, потому что многим приходилось терпеть, точно как здесь написано. И ждать дождя, и переживать будет или нет, чтобы все это выросло. Друзья, и духовный труд, он не сразу плод приносит. Это не то, что я сегодня вечером пришел, детям Библию прочитал, все, они уже достаточно. Это каждый день делается. И нужно ждать дождя, какого-то особого благословения, может быть, от Господа, и помощи свыше. Но это нужно делать, нужно долго терпеть, трудиться в этом плане. И здесь у нас есть обетование. И смотрите, какая у нас есть надежда в этих стихах, которые здесь сказаны. Укрепите сердца ваши. Почему? Потому что пришествие Господня приближается. В чем утешение приближения второго пришествия? Утешение, друзья, то, что во свете второго пришествия становится более понятным, что, если мы верим, действительно верим, что очень скоро будет второе пришествие. У нас намного меньше тогда мотивации будет, какой-то дом здесь устраивать. Зачем? Машину, богатство, деньги зарабатывать. Господь скоро придет. Опять же, здесь можно в другую крайность удариться, ничего не надо делать. Нет, Господь говорит, для сегодняшнего дня своя забота. Что сегодняшний день нужно об этом заботиться, и о своих, и о домашних, и все. Но правильно расставить приоритеты в своей жизни, это помогает. Господь скоро придет. В первую очередь, самое важное, чтобы в свете второго пришествия у нас было выстроено, что для него, чтобы дети были с нами, чтобы труд совершался, чтобы Библия проповедовалась, чтобы другим людям мы об этом рассказывали. И вот этот призыв, друзья, кто имеет уши слышать, да слышит, я хочу, чтобы звучал постоянно в жизни каждого из нас, чтобы в нашей жизни, в жизни наших семей, в жизни наших церквей, мы старались сделать все возможное с нашей стороны, чтобы Слово Божие принесло плод. Аминь. Продолжение будем петь. 370 номер. В утро юности прекрасно. Будем петь стоя. 370. В утро юности прекрасно. Жизнь и радостной рассвет. Продолжение следует. 570. 670. 670. 670. 870. 970. 870. 970. 970. 970. 970. 1070. 970. 1070. 1070. 770. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас еще есть участие стихотворение «Как хорошо», а затем дуэт будет пение «Ты прости», затем участие хора и заключительная проповедь. «Как хорошо, что ты со мной всегда!» Я слезы радости тихонько утираю и верю, не оставишь никогда. Пусть дни идут, минуты улетают, пусть все пройдет, и горе, и печаль, минуты счастья также проходили. Я взор свой стремляю в небо даль, и облака мне кажутся родными. И мы прохожи на земле, мы как пылинка в безроничном поле, и только звезды ночью шепчут мне, что все живет здесь по Господней воле. Он как подарок жизнь для нас вручил, он даровал нам все, еще что нужно, он драгоценной кровью заплатил. «На нам его любовь понять бывает трудно. За что, Боже, ты к нам, милостив, за что ты свои руки простираешь, когда мы пошатнулись, согрешив, ты слезы утирая, нам прощаешь? Скажи, Иисус, секрет твоей любви. Хочу любить, как ты, я всей душою, хочу хранить завет в святой крови. Сроднило небо, шезресное с землею. Как хорошо, что я, твое дитя, могу жизнь свою тебе доверить, и только одни земные пролетят, и в дом родной мой мне откроешь двери. Ну, а пока храни нас на пути, среди ветвров, средь вьюги, среди зноя. Благодарю, что Бог мой — это ты. Благодарю, что ты всегда со мною. Аминь. Ты прости, что поднимаю взор в слезах порой, Но иногда бы тяжело с собой, средь друзей и врагов. Знаю я, что без вопросов ты поймешь меня, А значит, мне нужны тебе мои оправдания. Небо, проси, что понимаю грустный взгляд, А когда радость не спешу к тебе и ею не делюсь. Ты прости, что очень трудно на земле мне жить, А когда душу некому открыть, я спешу к тебе. Ты поймешь и успокоишься небой своей, Глаза от слез становятся светлей, Легче на душе. Час придет, Господь собою в небеса возьмет, Ну а пока лишь я пою о ней Родине моей. Небо, проси, что поднимаю грустный взгляд, А когда радость не спешу к тебе и ею не делюсь. Ты пойми, что очень трудно на земле мне жить, А когда душу некому открыть, я спешу к тебе. Ты прости, что понимаю взор в связах порой, Но иногда так тяжело одной, Средь друзей врагов. Знаю я, ты утешаешь не одну меня, Я от души благодарю тебя, что слушаешь меня. Небо, благодарю, что поднимая взгляд, Всю боль души и тайну рассказать тебе лишь я могу. Небо, благодарю, что существуешь ты, За то, что знаешь все мои мечты я благодарю. Небо, благодарю, что поднимая взгляд, Всю боль души и тайны рассказать тебе лишь я могу. Небо, благодарю, что существуешь ты, За то, что знаешь все мои мечты я благодарю. Аминь. 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 Боя, благодарю, что живы и на свадьбе, Иси свой бред страданий не рожьи. ПЕСНЯ 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 на собрание. Это хорошо или плохо? Вот. Плохо. Все-таки надо Библию носить. А то и забудем уже, какая она есть. Ну, а сейчас откроем местописание, записанное, у кого есть Библия, записанное Римлянам 14 глава, 19 стих. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ну, тема проповедь будет о назидании. Что такое назидание? Вообще в словарях оно поясняется так. Это поучительная речь, нравственное наставление. Но в Слове Божьем оно имеет более еще глубокое значение. Вот в украинском переводе это так переводится. Отож, пыльнуймо про мир и про то, что на сбудование один одного. Ну, сбудование, значит, устройство, строительство. то есть всякое вот назидание, оно именно к этому должно быть направлено. Не то, что там морали читать, там, нотации, а именно, чтобы это назидание послужило к нашему духовному устройству, возрастанию духовному. Тогда это будет, конечно, гораздо лучше. Ну, что я скажу, что назидание мы получаем из трех источников. Кратко остановлюсь на них. Первый источник это, когда мы назидаем сами себя. Читаем мы местописание, записанное Ефесянам 5.19. «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь, ну, в основном, чем мы должны назидать сами себя, это пение. Петь, прославлять Господа. Братья и сестры, я скажу, что сейчас как-то дух пения угасает. Мало поем. Раньше как-то даже в народе сейчас мало поют. Раньше, помню, детство, когда мы жили в шахтерском поселке, вот шахтеры идут в шахты, ну, тогда еще транспорта не было, бани там не было, так чумазы идут и поют. Вот шахтеры идут по земле опаленной, громко песни поют. С полей идут женщины, уставшие идут и поют. Поют. Это так в народе. Сейчас, знаете, поют тогда, когда подвыпьют. Тогда поют. А уж просто так вот петь, значит, ну, мало поют. Мало. Я скажу, что и в христианство вот это проникает. Помню, детство наше много пели. Родители, мама был, хороший голос, старшие сестри хороший голос был. Это выйдем во двор, это на крыльце поем, поем и поем. Вы знаете, так приятно было. Уже когда в молодости в городе я жил, много пели мы. Знаете, где пели? В общественном транспорте, в автобусах, трамваях, поездах. И много пели. Сейчас этого не принято, что ли, или бояться, или не надо. Но тогда мы очень много пели для назидания. Как-то тоже еще молодой был, никого не было, дома на квартире жил. Лежу и пою. О, как трудно идти не по узком пути, каменистом. Ураган все ревет, даже тут же берет путь тернистый. Старое поколение знает. Знаете, так легко становится. Вот поешь и легко становится. Помню уже дальше как-то мы ехали с Миняковым Дмитрием Васильевичем. Где-то из Краснодарского края и в Ростов. Он тогда был на негальном положении. Да, я тоже. И знаете, вот Дмитрий Васильевич берет сборник и вот с самого начала и всю дорогу пели. Всю дорогу пели. Ну, конечно, я не думаю, что он был харист, а вот так, как умел, так и пел. Ну, я ему тоже не очень большой харист. И вот вместе пели. Конечно, шофер, наверное, не пел. Да и вообще шоферам не надо петь. Потому что однажды Илья Балатская пела за рулем. Да и штраф получила большой. Ну, кто хочет знать, поинтересуйся, сегодня она вам расскажет. Ну, в общем, я говорю, что пение, конечно, очень полезно, очень нужно. Необходимо, значит, нам вот этим пользоваться, вот этим пением. Назидая это нужно тем, которые больные, тем, которые в дороге, которые в местах заключения, когда нету Слова Божия, нужно размышлять. А будем размышлять тогда, когда знаем Священное Писание. Поэтому нужно изучать, мы впереди слышали, братья говорили, нужно изучать Слово Божие, запоминать Слово Божие, а потом размышлять о Нем тогда, когда вот ну, наступает такая, ну, нету возможности когда читать. Вот этим мы будем назидать самих себя. Ну, и второе это мы должны назидать друг друга. Читаем. Это 1 Фестоликист 5.11. Назидайте друг один другого, как вы и делаете. Ну, как мы можем назидать один другого? Каким путем? Прежде всего это через проповедь. Первое Коринфяна 14 глава 3 стих. Кто пророчествует, тот говорит людям назидание. Дальше. Кто пророчествует, тот назидает церковь. Дальше. Лучше, чтобы вы пророчествовали, чтобы церковь получила назидание. Ну, в данном случае пророчествует, имеется ввиду проповедь. Поэтому, когда проповедники проповедуют, цель это назидать церковь. И, конечно, нужно проповедникам готовиться. Готовиться к этой проповеди, молиться Богу, чтобы действительно проповедь церковь назидалась. Ну, скажу, не всегда получается так. Иногда проповедника не поймешь, какая цель проповеди была и что он хотел сказать этим. И о такой проповеди, конечно, мало назидания. Некоторые говорят, проповедники, что готовиться не надо. Вот, что Дух Святой скажет, готов и скажет. Когда мы готовимся, мы говорим от себя. А когда вот так довериться Духу Святому, он скажет. Братья и сестры, я скажу, что не совсем это правильное рассуждение. Готовиться все-таки надо. И на коленях может быть готовиться. А Дух Святой тогда будет говорить честь проповедников. Назидать друг друга через пение. Это уже друг друга. Вот здесь в собрании хор поет, церковь назидается. Вот мы слышали дуэт, соло поют. Тоже назидание, слава Богу. Очень приятно, когда выходит семья, детки, вот тут поют, недавно тут пели, очень хорошо. Когда вместе дети поют, это тоже служит для назидания церкви. Это нужно практиковать дальше в церкви. назидать церкви. можно и стихотворениями. Сегодня мы слышали стихотворения, рассказывали, хорошо. Стихотворения надо учить, чтобы рассказать, ну, так сказать, без запиночек, рассказать не монотонно, с интонацией. Тогда она больше действует на слушающих и больше запоминается. Ну, еще, значит, чем мы можем назидать, читаем мы Иуда 1,20. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Еще одно, это чем мы можем назидать, это молитвою. Молитвою. Молитвы в собрании должны быть, ну, короткими. Дальше. Громкими. По существу. Вот, послушали проповедника, да, ну, что-то, что-то запало в душу, да и помолись Богу об этом, что ты принял, за что поблагодарить Господа. Думаю, можно и молиться долго, но в собрании именно назидательно тогда, когда молитвы краткие, понятные и громкие. В детстве вспоминаю свое. Ходили, ходили, тоже в детстве на собрание, и вот когда призывали к молитве, у меня была такая молитва. Господи, хотя бы эта сестра, назовем ее, ну, Анастасия Петровна, хотя бы она не молилась. Почему? Очень и очень долго молилась. Но Бог не всегда мою молитву слышал, она часто молилась. И когда начинает, у меня все уже обрывается, и я уже на коленках не стою, я уже присаживаюсь, и мои мысли уже это доплуждают. Понимаете, эта молитва, она не к назиданию. И вот для детей длинные молитвы, они очень утомительные. Правда, детки? Конечно. Ну, кивать головой, утомительные. Согласны. Поэтому именно, чтобы молитвы были назидательные, должны быть краткие, понятные и громкие. Не все мы слышим. Вот. И поэтому, чтобы амин сказать, надо услышать эту молитву. Еще читаем Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Никакое гнилое слово да не исходит. Братья и сестры, вы знаете, особенно так к молодежи относятся. Иногда такие слова высказываются, они к назиданию абсолютно не годятся. Такие слова я слышал в местах заключения. Как-то на стройке строили молитвенные дома, молодежь там была, и один молодой человек говорит, а когда мы будем, ну, я это слово не назову, оно не скверное, ну, и не совсем хорошее, ну, кушать. Но он не сказал кушать, а по-другому, как в лагере говорят. Я думаю, милый мой, где же ты научился, еще в лагере не сидел, а уже этим словом пользуется. Ну, и другие бывают такие слова, гнилые слова, они не ругательские, но слова не хорошие. И вот молодежь, христианская молодежь, частенько вот эти слова употребляет. Разве они могут на задание служить? Да они не кажешь, никак. Никакое гнилое слово, не ругатель, просто гнилое слово, оно может на задание не послужить. Дальше, читаем мы Филиппийцам 3.1. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Знаете, раньше писали, писали, много писали, на бумаге писали, усиными перьями вначале, потом начали такие ручки, перо было, потом шариковые ручки пошли, вот так, ну много писали, письма писали, через эти письма назидали друг друга, дети родителям писали, когда на расстоянии находились там, родители детям. В лагере очень много писали, очень много писали писем. Я много получал писем, знаете, с разных мест, абсолютно с разных мест, мне даже где-то подсчитано было, когда-нибудь если найду и расскажу. И вот получаешь эти письма, какие назидательные письма, какое утешение, вот, ну и хотелось бы написать им, чтобы им для назидания было, оно не получалось, нам разрешалось только два письма в месяц, и то только родственникам. Ну, а тогда были почтовые карточки такие, их можно было писать. И то, значит, я тогда на этой почтовой карточке меленьким-меленьким очерк напишу и отправляю. Получали, шло-шло, а потом однажды вертает, цензурит, вам положено только два письма. Все. Жалко. Тогда я что, что делаю? Значит, в письме пишу жене один листочек, а потом листочек, листочков пять пишу в назидание тем, от которых получил. А жене пишу, пожалуйста, значит, переправь эти письма по адресу. Вы знаете, долго проходило. Отправляю толстенькое письмо, несколько листов, а жена уструдилась и распространяла. А потом однажды я ссла письмо, прихожу с работы, лежит оно у меня на кровати. Цензурит пишет, положено только по одному адресу. Дошло. Ну что, еще один метод тогда. На праздники поздравительные открытки надо писать. И вот, значит, на готовлях этих поздравительных открыток, в основном на Рождество, Троицу, на Пасху, и потом где-то по 300 открыток подписывал. Ну, жена старалась, высылала мне открытки. И вот подпишу их, а потом где-то по 20 штук бросаю и жду. Прошло. На следующий день еще 20, прошло. И так какой-то период, когда 2 проходило. А потом уже перед самоосвобождением уже тоже 300 штук наготовил, подписал, красивенько так подписывал, 20 штук бросил. Прихожу домой, на кровати кто-то еще разложил, все 20 лежат. И на одном написано, вам положено только 2 письма. Так обидно. Столько трудился, столько старался. Раньше было, проходило, сейчас не проходило. Это было, значит, уже перед освобождением на Пасху. Ну, я их забрал к себе домой, пропустили, а потом на следующую Пасху я их так и пустили. Так что не пропал мой труд. Не пропал мой труд. Ну, а к чем говорю? Значит, писали, писали письма, но сейчас писем не пишут. А чем занимаются? СМС-ками, да? Сейчас все уже знают, что такое СМС-ки. СМС-ки. И вы знаете, я скажу, что не всегда эти СМС-ки служат к назиданию. Не всегда. Вот иногда по вайберу читаешь, такая пустота, такая перепалка в эти СМС-ки идет. Ну, к чему, думаете ты? К чему? А написано, чтобы это шло к назиданию. Ну, никакого назидания. Дорогие братья, дорогая молодежь, давайте проверим эти СМС-ки, которые мы сейчас пишем. Служат они к назиданию или не к служению? И постараемся, если уж пишем, так, чтобы были к назиданию. 1 Коринфянам 14-12. Итак, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. То есть, не быть застоя, чтобы обогащаться, вот, и, ну, те дары, которые нам Господь даровал, употребить для назидания церкви. Один случай, немножко я пропустил, отношение пения, расскажу, жизненный, этот, жизненный случай. Ну, знаете, мы, когда собираемся еще на общении, ну, что мы делаем? Кушаем, запиваем, запиваем, кушаем. А уже петь на общениях, ну, на крайнем случае я это не наблюдал, что пели, когда мы собираемся, забираемся. Не запевали, а запевали. Вот, в этом случае один пример приведу. Однажды мы поехали, ну, в Урганскую область, в Стаханово, на молодежное общение. Ну, и там милиция нас накрыла, переписали всех, и человек всем в КПЗ, и на 15 суток нас посадили. Были мы камеры в одной, пели там, молились, на следующий день приходит комендант и говорит, что, ну, хотите поработать? Хотим. Ну, поехали, на мясо комбинат работать. Ну, отвезли нас на комбинат, на этот, ну, сначала вели, в столовую завели, и такой нам обед, такой бош с мясом, второе с мясом. Ну, думаю, хорошо, можно сидеть 15 суток. Вот, да. Ну, мы тогда встали все и вслух помолились. На нас смотрят, как на зверинист какой-то. Не видали такого, что в столовой и заключенные, и молились. встали все. Ну, а потом, значит, на следующий раз нас уже не кормили в столовой, а взяли двух официанток, и они в этих тормозах несли туда. А работали мы, грузили кости в вагон. Неприятный запах там был. Вот, ну, и там приходилось кушать. Вот, для того, чтобы мы не молились, а больше в столовой. Ну, ничего, лишь бы кормили. И когда уже освобождались, еще нам по качалке колбасы хорошие дали. Ну, дело не в этом. Когда прохожусь на работу, а там же собрания собирают, уполномоченные приходят, ну, и начинают, чем я там нашкодил. И пишут, что не это не он, пишут, кто-то отмелительное написали. Значит, чем занимались. В общественных местах распевали религиозные песни. Ну, все заливались и распевали. Ну, они привыкли писать, распевали спиртные напитки. Ну, и тут написали, распевали религиозные песни. Так что разница есть, распевать или распевать. Петь надо, а петь водку не надо. Ну, еще одно место напомню, это первое, первое, коринфянам 8.1. Знание надмевает, а любовь назидает. Знание надмевает. Братья и сестры, если мы все это знаем, и даже если все это мы будем выполнять, но без любви, оно назидать не будет. Все, что мы делаем, вот то, что перечислили впереди, это надо делать с любовью, тогда это будет назидание, если без любви назидание не получит. И последнее, это когда нас назидает сам Бог, читаем мы местописание, это деяние 20 глава 32 стих. И ныне предаю вас, братья, Богу, и слово благодати его, могущее назидать вас, более и дать вам со всеми освященными. Значит, Бог, сам Бог назидает нас. Каким путем? Разным путем. У него стандартов нету. Он каждого может особо назидать. Но в основном, как я думаю, это через слово Божие. Бог с нами разговаривает и назидает через слово свое, которое оставил для нас. Поэтому слово Божие надо знать, чтобы получить это назидание от Бога. Это Бог говорит нам через свое слово. И тогда будет хорошо. Я скажу, что есть такое послабление в отношении изучения слова Божия. вот не знаю, как здесь испытывали, пропускали на крещение, спрашиваем, а ты Библию прочитал? Да нет. А Евангелие прочитал? Да не все. Думаю, как же преподавать крещение, если Евангелие не все прочитал? Не все прочитал. Поэтому молодежь особенно, которая будущая впереди, пока память хорошая, изучайте Слово Божие. И тогда Бог будет назидать вас через свое слово во всех обстоятельствах жизни. Пусть Господь поможет нам. А сейчас мы давайте помолимся, поблагодарим Господь. Я думаю, что честь проповедников Бог назидал нас сегодня, честь творения, пения, поблагодарим Господа за этого. Да будет имя его прославлено. Аминь. Склоним колени, помолимся Богу. Боже милосердный, мы склонились под величием Твоим, благоданной Тебе, что находимся в доме молитвы, где проповедуется Слово Твое, где ты назидаешь народ Божий, Слово Твое. Слава Тебе и благоданность. Помоги то, что сегодня было передано, принять близко к сердцу своему, для того, чтобы это исполнить в жизни своей, чтобы это не только было умственное знание, но практическое осуществление жизни нашей. Помоги Господь больше молиться, больше петь, больше прославлять Тебя, больше изучать Слово Божие и готовиться к встрече с Тобою. Аминь. В заключение нашей служения споем 788 номер. Если в бурях жизни Дух Твой удручен, буди петь стоя, 788, во время пения будет материальное служение. Если в бурях жизни Дух Твой удручен, Женю и неруду я начну, вспомнись милости Господь обид Удивляться будешь что Он совершит Милости Господь вспоминать считай Сила и била сердца отворяй Вспомни как Он щедро молил Удивляться будешь что Он совершит Время заботы на Тебе лежит Каждый море душу тяготи Милости как вспомнишь вознесешь благу спросишь и сомнения восвоешь маку милости милости на строй без память вашей дай Всегда едино сердце теплая вспомни на Тоб щедро молиле удивля удивляться будешь что Он совершит и наблюд Песня. Песня. Будем молиться. Дорогой наш любящий Отец Небесный, Слава Тебе за этот день воскресный, Господи, Что мы уже два раза в церкви могли быть сегодня. И Твой Дух Святой сегодня учил и наставлял, И говорил по потребности каждого из нас, Господи, Ты благослови, чтобы почва сердца нашего была добрая, Чтобы это посеянное, оно действительно могло возрасти в нас, Господи. Чтобы нам приносить и плод для Тебя, Господи, благослови нас. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил, вот пред нами неделя предстоит, Господи, Во всех путях и делах храни и благослови нас. Помоги нам всегда ходить пред лицом Твоим страхи, Твоем, Господи, Чтобы каждый из нас понимал, что наша жизнь, Она всегда открыта и обнажена пред глазами Твоими, И Ты знаешь и видишь все. Помоги нам, Господи, жить угодной жизнью Тебе. Прошу, чтобы Ты хранил церковь от всякого рода зла и несчастья, От всякой беды. И Твоя отцовская рука пусть будет над каждым из нас. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил больных братьев и сестер. Просим Тебя за брата Ивана, раду Господь, Чтобы Ты укреплял его здоровье. Мы слышали, что ему лучше становится. Господи, исцели его для славы Твоей, В этой болезни, которая постигла его. Укрепи родных и близких, которые помогают ему в этой болезни. Мы благодарим, что брат Григорий идет на поправку после операции. И операция была совершена хорошо. Слава Тебе, Господи. У врача и дальше его. Просим Тебя за сестру Нелю Ланкину, Чтобы Ты исцелил ее, и ее здоровье было хорошим, И она могла радоваться с нами в церкви. Господи, и тех, кого мы не назвали, но Ты знаешь больных, Благослови, и пусть Твоя исцеляющая рука будет над всеми нами. Нас сейчас распусти с миром, с этого места, и благослови нас. И пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, И любовь Бога Отца, и общение Духа Святого Пребудет всегда с нами. Аминь. Друзья, приветствуйте друг друга с миром Божиим, И будьте благословены. Друзья, приветствуйте.